приветствую всех любителей бисероплетения сегодня мы посвятим наше время для того чтобы научиться вот делать вот такие жгутики это жгутик плетены в технике добеле и в то же время мы вот можем вплетать в этот жгутик какие-то бусины какие-то кристаллы и не обязательно вот такой длины можно только отдельно крупные бусины вплести можно удлинить вот эти вот вплетение до такого размера какое вы захотите какой вы захотите и использовать такие жгуты и как браслетик вот я этот жгутик сделала в качестве браслетика можно использовать такие жгуты просто как шейное украшение как дополнение каким-то ожерельем то есть то что вы захотите именно увидеть из этого жгутика какой вы сделаете по своему вкусу давайте мы соберем материалы необходимые нам для того чтобы попробовать сделать вот такой жгутик нам нужно бисер желательно покрупнее чем мельче бисер тем вам дольше придется работать с такими жгутиками вот я взяла в нашем случае восьмой номер чешского бисера восьмой номер и буду делать небольшой кусочек чтобы вам стало понятно как мы все таки делаем такие жгуты я возьму чтобы сделать точно такой вот жгутик как у меня я возьму кристаллики кристаллики 3 на 2 миллиметра и возьму вот жемчужинки у меня есть такие небольшие 3 миллиметра в диаметре вот 3 миллиметра я думаю вам видно что я здесь написала вот и естественно плести такие жгутики лучше нитью они лесочкой у меня есть вот бисерная нить и я подобрала именно по цвету моего бисера красную вот такую вот нить и приготовила уже в дело один кончик моей ниточки вот в иголочку набираю бисеринку одну как обычно я это делаю уже не один раз вам показывала в моем виде в моих видео как я делаю чтобы у меня начальная бисеринка была в то же время и стопорной таким образом мы подготовились уже к началу нашей работы у нас вот есть начальная бисеринка она и стопорная то есть не даст нашей работе сползать с нашей ниточки и в то же время она будет участвовать самой работе теперь мы наберем еще три бисеринки и закроем в колечко то что мы уже набрали вот таким образом пройдем вперед на пару бисеринок чтобы отойти от того места где наша вот эта стопорная бисерин очка да и как мы плетем техникун добеле по моему и мы уже с вами обсуждали эту тему но мы сейчас вот начало для нашего жгутика именно так и будем делать то есть набрав две бисеринки я пройду через две бисеринки в противоположную сторону снова набрав две бисеринки я пройду через все три бисеринки в противоположную сторону еще раз две бисеринки так как у нас бисеринки крупные у нас никакой проблемы не возникнет с тем чтобы проходить несколько раз через наш бисер и так мы прошли так подтянем мы прошли уже вот набрали пять наших пар вот эта шестая пара я пройду еще раз через все бисеринки на так мы сделаем чтобы вот у нас удобнее было 6 по 6 пар 7 пара я прохожу одну бисеринку и сразу захожу с противоположного края видите и сразу входим вот в бисеринку с противоположного края подтягиваем и наш жгутик начинает слаживаться таким образом вот он будет слаживаться у нас пополам мы немножечко ему поможем вот так в начале и снова набираем две бисеринки крупные бисеринки выходим в первую бисеринку в одну бисеринку из противоположной стороны мы проходим две бисеринки две бисеринки начало жгутика вы можете сплести такой длины какая вам нравится то есть это видите вот у меня вот такой вот длины а вы как вам захочется увидеть эту длину может быть если это жгут на шею то со стороны спины этот жгутик конечно виден не будет поэтому можно сделать эти кончики длиннее а мы продолжаем пока вот плести таким образом то есть снова я набираю две выхожу в одну и с противоположной стороны также в одну поднимаюсь набираю две опускаюсь в одну и с противоположной стороны поднимаюсь в две то есть тут очень просто можно запомнить что первый первый набор мы всегда опускаемся на одну бисеринку и поднимаемся с противоположной стороны также на одну бисеринку теперь у нас почему мы в следующем наборе будем подниматься на две бисеринки теперь если вы обратите внимание у нас одна сторона выше из-за того что мы уже набрали здесь две бисеринки а эта сторона пониже находится поэтому нам придется сейчас набирать две опуститься на одну а с противоположной стороны подниматься на две чтобы выровнять наш край конечно есть способ когда именно по одной бисеринке опускаются и поднимаются с каждого набора просто в том случае наш жгут будет как бы по спирали вот так у нас не закручиваться а ну вид у него будет не просто вот такой вот прямой а немножко будет поворачиваться наш жгутик вот таким образом для нашего случая я вот выбрала вот такой вариант когда мы будем делать наш жгут прямой и поэтому я первый раз еще раз показываю первый раз опускаюсь на одну бисеринку и поднялись с противоположной стороны также на одну бисеринку снова набрали две бисеринки опустились на одну бисеринку то есть опускаемся мы всегда на одну бисеринку а вот поднимаемся вот смотрите просто у нас видно что вот из этой бисеринки мы вышли и нам надо войти тоже на этом уровне вот все мы поднялись наверх теперь посмотрите как мы поступаем дальше чтобы у нас получилось вставочка наша из кристалликов и жемчужинок я набрала 2 бисеринки опустилась на одну бисеринку вниз набираю кристаллик захожу на одну бисеринку вверх с противоположной стороны снова набрала две бисеринки опустилась на одну бисеринку вниз снова набрала кристаллик и поднялась на 2 бисеринки вниз то есть насколько опускаться и подниматься у нас ничего не меняется вот видите все точно так просто между нашими вот этими сторонами я набираю дополнительно либо бисеринки либо бусинки что вы захотите на самом деле увидеть в вашем жгутики теперь посмотрите дело в том что я выбрала бусинки и кристаллы крупнее чем мой бисер поэтому если я сейчас буду продолжать точно также вплетать и мой жемчуг и кристаллики вот как сейчас я сделала они будут мешать друг другу то есть размеры их видите насколько выше и я буду подниматься чем сами мои бусинки поэтому они будут стоять неровно и будут друг другу мешать чтобы этого у нас не происходило мы должны набрать дополнительно ряд мои моих вот этих вот бисеринок вот я набрала две бисеринки и сразу прохожу по двум бисеринкам вниз по моему кристаллику и поднимаясь по двум бисеринкам снова наверх видите то есть я прохожу по всем моим вот набранным бисеринкам до и после кристалла подтягиваем снова набираю две бисеринки и опять таки прохожу по всем бисеринкам и кристаллику с противоположной стороны вот смотрите опять я прошла по всем так теперь я могу набирать две бисеринке захожу опускаюсь на одну вниз набираю жемчужинку жемчужинку поднимаюсь на одну бисеринку с противоположной стороны